Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как-то далековато расположились. У меня такое ощущение, что я как-то это сквозь какую-то мембрану. Я не знаю, сколько у нас с вами времени, но я так понимаю, что здесь вот сейчас люди, которые так или иначе заинтересованы в производстве массовых открытых онлайн-курсов. Все знают, что это такое, так или иначе. Правильно я понимаю? Я просто хочу сразу же на входе объяснить, зачем я здесь. Если вы уже все про муки знаете, вам, наверное, будет скучно. Но меня организаторы просили рассказать и поделиться нашим опытом. О нашем это Новосибирский государственный университет, производство муков и что у нас... Я буду рассказывать не столько про новые профессии, которые связаны с производством муков, сколько про то, как гибридизируются профессии преподавателей и тех, кто в производстве массовых открытых онлайн-курсов занят. То есть, ну, вот это вот так сразу просто на всякий случай. Есть кто-нибудь, кому нужно объяснять, что такое МОК? Нет? Нет, отлично. Значит, вот просто чтобы понять, про что я говорю. Я говорю про те курсы, которые массовые в том плане, что это действительно тысячи и десятки тысяч студентов. Открытые – это бесплатные, доступные, большой и разнообразной аудитории с разными интересами. Онлайн – это, соответственно, с одной стороны, дистанционный формат, и, следовательно, другие инструменты мотивации вовлечения, удержания и так далее. С другой стороны, это несколько меняющаяся функция преподавателя, потому что все мы знаем, что интернет – самая большая библиотека, и как бы бить в интернете, так скажем, вот функция транслятора знания в интернете не так актуальна, потому что трансляторов там много, и преподаватель становится чем-то вроде навигатора, агрегатора или вот чего-то такого, что скорее помогает студентам сориентироваться в мире информации по предмету, который преподает. Ну и то, что это курс, понятно, что он должен быть логически завершен, и так уж вышло, что он должен не только формировать компетенции, но иметь возможность их оценить. И вот все вот эти вот характеристики, они перед преподавателями, как выяснилось, ставят, но некоторые преподаватели просто отказываются в этом участвовать. Одни из-за массовости, что я не представляю, что делать с аудиторией в десятки тысяч человек, другие из-за открытости, что либо меня будут там судить и осуждать, либо мне страшно делиться моими идеями, либо я не готов вот так вот показаться, сняться в кино, там какие-то вот вещи связанные с личным вот этим вот. И изменение своей роли люди не очень понимают. Ну не говоря уже о том, что те, которые соглашаются, говорят, вот я читаю лекцию в аудитории, давайте вы меня просто снимете вместе со студентами, потом нарежете, как вам надо, и это вот будет онлайн-курс. Но онлайн-курсом это, естественно, не будет, и мы все прекрасно здесь собравшись и понимаем, почему. Вот. И с одной стороны вот это вот как бы немножечко так гибридизирует и меняет профессию преподавателя. С другой стороны, то, как именно она будет меняться, зависит от целей. От целей и от преимуществ, которые вуз и преподаватель, прежде всего, от муков хотят получить. То есть кто-то их делает для продвижения вуза, кто-то делает для внедрения инноваций, кто-то для того, чтобы свои вузовские программы реализовывать в смешанном формате, кто-то дополняет, ну готов дополнять, так скажем, содержание своих образовательных программ курсами других вузов. Ну и у нас опять-таки теперь есть нас платформа, которая в перспективе будет предлагать те курсы, которые, может быть, не очень хорошо преподаются в каких-то вузах. Будет альтернатива, можно будет взять какие-то курсы онлайн, да? Ну, наверное, можно по ходу. Я повторю вопрос, раз вы согласились, что мы по ходу будем выяснять. Платформа – это специально вашего университета или та межуниверситетская, о которой много говорят? Нет, мы на национальной платформе пока не представлены, мы представлены на Курсере и на Лекториуме. То есть это вот международные площадки открытых онлайн-курсов. Ну, универсариум, наверное, больше, чем Лекториум, но вот мы там, так вышло. Вот на Курсеру мы очень хотели, а с Лекториумом мы просто очень хорошо подружились, и они делали для нас один курс. И, в общем, какую-то версию этого курса мы запустили у них тоже. Вот. Для нас муки были прежде всего инструментами продвижения. То есть у нас Новосибирский государственный университет, все знают, что это Новосибирский академгородок, научный центр. И, соответственно, курсы, которые мы делаем, это курсы, которые продвигают ведущее направление вуза. Это естественные науки, точные науки и так далее, да. А эти курсы на русском языке? На русском языке? На русском, на русском. Да. Пока два, но у нас сейчас еще четыре в производстве, и мы идем вот по направлению естественных наук. Пока естественных, точных, но в перспективе, ну, потом немножечко подробнее, да, что именно мы делаем. Вот. То есть для вуза это было прежде всего продвижение, то есть маркетинг или маркетинг, кому как больше нравится, лучших образовательных продуктов нашего вуза. Вот. Мы, ну, как известно, НГУ по физике в топ-100 уже попал, по естественным наукам сильные позиции, поэтому вот руководство вуза приняло решение, что курсы будут по этой тематике. При этом, естественно, они не такие популярные, как курсы, скажем, по экономике или психологии, но с другой стороны, те люди, которые приходят, ну, вот, мы получаем мотивированную аудиторию, с которой интересно общаться, да. А у вас скриншоты ваших курсов представлены в презентации? Скриншотов курсов у меня не представлено, но у меня в презентации есть ссылки на сайт, что можно зайти и посмотреть. Да, мы потом сфоткаем, спасибо. Да, 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 ага. Вот, курсов у нас, ну, ладно, в общем, у нас наша задача была международное позиционирование по этому курсеру и привлечение мотивированных абитуриентов на те специализации, которые у нас, ну, ведущие, главные для университета на данном этапе. Вот, и то, что именно эти цели, оно в существенной мере сказалось на том, как мы пошли, куда мы пошли и какие компетенции стали главными. Но преподаватели у нас каждый преследует свои цели, как кому-то важно делиться, кому-то важно просвещать, кому-то важно вступать в международную коммуникацию и так далее. То есть у нас два очень разных курса. На курсере мы появились только 11 января 2016 года, то есть наш опыт с курсерой три месяца. Но за три месяца по, естественно, научным курсам на русском языке 10 тысяч студентов мы набрали. Учитывая то, что в НГУ очно учатся 6,5 тысяч, мы теперь, гордо приосанившись, говорим, что мы за три месяца набрали полтора очных набора НГУшных и, в общем, тем самым впечатляем, коллег. А про материальную заинтересованность авторов вы потом расскажете? Расскажу, перехожу к этому. Да, у нас курс генетика, там один преподаватель, и это курс такой попроще. То есть преподаватель, она работала в высшем колледже информатики при НГУ, то есть это фактически старшекурсники, которые потом поступают в ВУЗы. То есть она умеет работать с школьниками, у нее есть опыт популяризации и доступного изложения и так далее. А основа вирусологии это курс, который читают наши университетские преподаватели, в том числе член Корр Российской Академии Наук, в том числе члены команды, которые боролись с Эболой в Африке, то есть кольцовский вектор, плюс НГУшные вирусологи. И этот курс им было важно, чтобы он был серьезный, им было важно, чтобы он был академичный. Ну и в итоге на выходе мы, конечно, получили, что его хуже проходят, но свои задачи он тоже решает. То есть четыре преподавателя у нас по вирусологии, один преподаватель по генетике. И в итоге вот команда у нас пять преподавателей, плюс два ассистента, и на двух курсах 10 тысяч мы привлекли. Вот кого включает команда курса, как мы это делаем. Я знаю, что в разных вузах это очень по-разному происходит, прежде всего потому, что мы ограничены и в штатных единицах, и в бюджетах, очевидно. Но у нас вот так. С одной стороны есть команда, которая ответственна за контент, преподаватели и ассистенты, которые, собственно, предоставляют презентации, лекции, тесты и все такое. Плюс есть методические ассистенты, которые консультируют по адаптации оценочных средств к онлайн-среде, потому что там целая история с тем, как сделать это работающим онлайне. Производство курса у нас команда режиссер, оператор и монтажер. То есть режиссер это фактически сценарист, который делает из курса увлекательный аудиовизуальный продукт. То есть это сценарная работа, это проработка визуализации моделей, интерактивов, игровых вещей и так далее. Но оператор и монтажер понятно. У нас есть своя студия. Мы смогли купить нормальный свет и две приличных камеры. Ну и, соответственно, ребята выставляют свет, работают с камерой, ну и монтажеры потом приводят в порядок то, что было снято. Ну и плюс есть куратор и технический специалист в отделе дистанционного образования. Куратор занимается внешними коммуникациями, общением с платформами, загрузкой контента, общением с преподавателем, согласованием правовых вопросов. Ну то есть это вот такая больше административная должность. А технический специалист занимается загрузкой и отладкой контента. То есть фактически вот таких три слоя. Те, кто ответственны за контент, те, кто ответственны за производство, и те, кто ответственны за коммуникацию, запуск, отладку, и чтобы все это в общем плавно ехало. Вот. И в итоге преподаватель массовых открытых онлайн-курсов, это получается такой цветик-многоцветик. Так, а я не листаю, да, я листаю у себя, но не листаю у вас. Ой, какая я молодец. Вот. В общем, вот они наши курсы, с которыми вышли 11 января. Мы генетика и основу вирусологии и циферки. Вот команда вот этих вот три группы. И вот, собственно, цветик-многоцветик, которым получается наш преподаватель курсов. То есть, с одной стороны, человек должен понимать про контент. Вот. И тут понятно, что люди в своих дисциплинах, как правило, разбираются. Но здесь нужно понимать про контент, как он подан кому. Разнообразный интернет массовой аудитории с очень разным уровнем подготовки. И если в университете люди пришли в аудиторию, то так просто выйти уже, может быть, будет не очень удобно. В интернете захлопнуть крышку клавесины, да, закрыть браузер и не вернуться больше в этот курс очень легко. Соответственно, там совсем другие инструменты мотивации. И люди должны понимать особенности интернет-коммуникации, особенности мотивации вовлечения вот в этих вот средах. С другой стороны, это люди, которые должны понимать в аналитике. Это вот другая часть профессии, которая вот для наших преподавателей оказалась самой незнакомой. Аналитика прохождения курса, аналитика эффективности разных лекций, аналитика тех статистик, которые предоставляются платформой. И возможность работать с теми данными, которые в живом режиме выгружаются. То есть, это тоже преподавателю приходится так или иначе понимать. Если в каком-то тесте один вопрос совсем не работает, его надо заменить. Если какая-то часть пользователей совсем не проходит какой-то контент, с этим тоже нужно что-то делать. Не работает это имеется в виду как программная часть или не дает нужного качества проверки? Я листаю до самого конца, чтобы было понятно, про что я говорю. То есть, эта картинка, это вот та статистика, которую мы видим на платформе. Зелененькая часть, это успешно. Ну, то есть, это вот статистика по одному тесту, в котором 24 вопроса. Здесь есть два вопроса, с которыми есть, наверное, какие-то проблемы. То есть, вот эти вот высокие красные пики, это высокая доля людей, которые не проходят эти вопросы. И мы видим, это уже итоговый тест по курсу. И мы видим, что у нас вот из 24 вопросов, ну, большая часть работает более или менее хорошо, то есть, они дифференцируют. Есть люди, которые не справляются, есть люди, которые справляются. Но вот эти вот два пика, которые мы наблюдаем, там может быть что-то не так с вопросом. Либо в лекции что-то было не так освещено, либо вопрос как-то сформулирован не очень корректно. То есть, если мы такие вещи видим, что что-то у нас с заданиями, какие-то задания явно выбиваются по результатам, то, ну, где-то преподаватели это делают, а где-то, ну, есть человек, который сидит и мониторит эти данные. Если что-то вылезает, то человек сразу же сигнализирует, что, типа, ребят, что-то не в порядке. А вопросы — это выбор нескольких из многих или выбор одного, или более сложный? Разные есть варианты. Выбор из нескольких из многих, можно вписать текст, можно, ну, то есть, один вариант или много вариантов. А текст — это буквально совпадение с точностью до буквы и пробела? Мы, там есть возможность задавать разные комбинации. А, вы используете механизм курсеры? Если люди перепутывают кириллицу, не кириллицу, да-да-да, там бывают сбои с кириллицей на курсере, конечно, а мы предусматриваем разные варианты правильных ответов. А интерактивные задания? У нас есть пир-ревью, взаимооцениваемое задание по вирусологии, но это отдельная длинная история, она тоже есть. По программированию у нас нет ничего, по генетике мы на лекториуме реализовывали какие-то вещи, которые касались сборки и окраски котиков, там, ну, то есть, что-то, что люди могли там рулой ручкой... А вы нам покажете про лекториум? Я думаю, что нужно будет зайти и посмотреть, у нас не то чтобы много времени на всё на это. Ага, тогда извините, а вот кто здесь по педагогической специальности? Вот я технарь, меня совершенно не волнует, какие новые профессии откроются для педагога. Меня волнует, как сделать эти курсы эффективными с точки зрения результативности обучения. Ну, это всех волнует, как делать эти курсы эффективными с точки зрения результативности обучения. Я хочу услышать про ваши курсы. Ну, про наши курсы. Тут и то, что касается педагогических профессий, в этом-то и фишка, простите за бедность речи, педагогических профессий, что в новом вот в этом вот формате совсем... Ну, то есть, другие представления об эффективности по целому ряду измерений. То есть, во-первых, не все люди приходят для того, чтобы успешно закончить курс. Кто-то приходит посмотреть лекции, кто-то приходит попробовать написать тесты, кто-то приходит посмотреть на известного профессора, кто-то приходит понять, как оно в университетской аудитории, надо мне это или нет. Кто-то хочет посмотреть... Ну, вот в случае с вирусологией, да. Там приходили люди, которым важно понять про ВИЧ. Как устроен вирус, как разрушаются мембраны, кто куда проникает, как активируется и так далее. И эти разные люди... То есть, эти люди курс не пройдут до конца, но они все равно успешно решили свои задачи. То есть, тут эффективность обучения, она многомерная. И поэтому вот в том числе и вот это вот нужно смещать. Когда преподаватели у нас видят, что у них записались на курс 2000 человек, а закончили только 210, они говорят, ой, как это страшно, как это неэффективно. А это по статистике-то неплохо. То есть, учитывая, что статистика 5-7% в завершении, у нас генетику закончили 13,5%. То есть, по международным статистическим этим это даже, в общем-то, нормально. Вопрос. А вот тем, кто все-таки до конца дошел, те самые 7-10%, вы сертификаты как-то отдельно тестируете на сертификаты, чтобы их выдать? Так, это вопрос про то, они ли выполняли задания и усвоили ли они курс? Нет. Вопрос про то, что большинство курсов на Курсере на заключительной стадии студент может отдельно пройти итоговые тестирования, по результату которого получит сертификат. То есть, у него останется след тоже? Ну, не совсем так. На Курсере для того, чтобы получить сертификат, нужно подтверждать каждое оцениваемое задание электронной подписью. То есть, мало того, что человек, когда заходит на платформу, фотографируется с паспортом, чтобы была идентификация и плюс, оставляет образец электронного почерка, который говорят так же точно, как отпечатки пальцев. И после этого человек заполнил тест и дальше при помощи электронного почерка напишет стандартную фразу и тем самым подтверждает свою идентичность. То есть, если у нас по генетике есть 5 модульных тестов и один итоговый, то человек должен эту процедуру верификации пройти 6 раз. Каждый раз, если хочет получить сертификат. И плюс ко всему, бесплатные сертификаты Курсера, к сожалению, отменила. То есть, для того, чтобы получить сертификат, нужно человеку еще около 2000 рублей заплатить и 6 раз пройти процедуру верификации. То есть, это по выбору пользователя. Хотят, проходят. Мы предлагаем сертификаты. И у нас люди... Ну, то есть, сколько-то у нас есть. У меня есть вот тут вот слайдик, который, раз уж мы так пошли, творческие презентации подошли. Вот это вот верхняя картинка. Мне сейчас придется, прошу прощения, у камеры, наверное, встать. И опять листаю не там. Да что ж такое? Вот. То есть, вот эти вот... Где-то тут должна же быть штука, которая показывает, да? Нет? Нет? Ага. То есть, вот эти вот... Это то, что называется там достаточно стандартная воронка продаж. Ну, то есть, вот эти вот воронки показывают переход с уровня на уровень. То есть, вот 62% из тех, кто зарегистрировался, стали активными слушателями. И из активных слушателей из вот 62 по вирусологии только 3% успешно закончили обучение. Ну, опять я про это уже говорила, что у людей просто разные цели. Имеется в виду, закончили, выполнили все задания успешно, и у них курс в Курсере в их ведомости отражается как пройденный. Из этих вот людей, которые курс прошли, почти 30% получили подтвержденные сертификаты. То есть, они прошли эти процедуры верификации, они ввели электронные подписи, паспорты, вот это вот все. Вот, в случае с генетикой у нас немножечко лучше конверсия из активных в завершивших. Ну, то есть, тут опять-таки мы примерно понимаем, почему, и примерно понимаем, как это чинить. А можно вернуться к теме все-таки, как преподавателя, ну, как договориться с преподавателем, чтобы он делал курсы и вот про эту новую профессию? Ага, да. Тут, мне кажется, был вопрос по поводу этого слайда у молодого человека, да? Нет? Ага. Давайте я сейчас быстренько про этот слайд закончу, и потом я на ваш вопрос обязательно отвечу. У меня вопрос достаточно простой. Как вы думаете, вот после производства курса и переведения его в формат MOOC, насколько пришлось выбросить обычную теорию, которая читается в рамках университета, да, чтобы ужать курс до формата MOOC, и насколько упало или выросло качество по сравнению с традиционным форматом читаемого в университете, по остаточным знаниям, которые остаются у студентов. Вы не анализировали эту информацию? Спасибо. Так, по поводу выброшенной теории. Получилось очень по-разному для двух курсов. В случае с вирусологией курс пришлось сильно упростить, начиная с того, что в университете он читается как двухсеместровый курс, и называется он там молекулярная вирусология. И там гораздо больше вирусных семейств, и там гораздо серьезнее теоретическая основа. И люди до этого слушают молекулярку, там год у дымшица, который там ставит голову на место тем, кому, может, и нельзя, да. И понятно, что если люди приходят без этого бэкграунда, то они просто вот уровень НГУшного второкурсника не потянут. Поэтому, естественно, пришлось упрощать. И он получился такой более популярный, ну типа вот как устроен вирус, как он проникает в клетку, как устроены вакцины, каким образом вакцина блокирует этот вирус, и вот вам картинка, как распадается клетка, каким образом, то чего. То есть и то люди говорят, что получилось достаточно абстрактно, что могли бы просто рассказывать, грубо говоря, сколько раз нужно мыть руки, в зависимости от того, чем человек заражен. Это тоже было. Но, в общем, нам казалось, что мы сильно популяризировали, но оказалось, что все равно недостаточно. А в случае с генетикой получилось хорошо. То есть там у нас классика дана также, то есть Мендель не пострадал, так скажем. А вот то, что касается современной генетики, у нас мы выбрали какие-то фрагменты, и мы собираемся это направление отдельными муками закрывать. То есть то, что касается того же трансгенеза, например, или починки ДНК, мы просто видим это как цепочку муков, которые будут достраивать эту специализацию. А то, что касается качества остаточных знаний, остается много, но остается то, зачем человек пришел. В случае с генетикой люди говорят, что наконец-то поняли и запомнили, что такое груссинговер, что после школы не знали, а здесь поняли и узнали. И вот отзывы, которые люди оставляют, говорят, что им действительно так эта информация усваивается лучше. По крайней мере, вот новичкам. Возвращаясь к преподавателям. Тут как замотивировать, да? У нас получается так, что некоторых мы даже и мотивировать не пришлось. То есть говорят, ой, да, круто будем. А некоторых замотивировать было сложно. И причем все зависит от того, какие у людей барьеры стоят. То есть если человек стесняется, что доктор наук меня посмотрит и скажет, что я какую-то там ерунду для деток рассказываю, то это, в общем-то, достаточно легко перепрограммируется. Когда говорится, что для того, чтобы вы могли в аудитории читать талантливым деткам, вам нужно, чтобы детки имели возможность вас увидеть и понять. И таким образом мы смогли убедить на вирусологию команду. У нас, ну, большинство из людей были, в общем-то, согласны, но говорили, что у меня нет опыта популяризации, я там больше на конференциях, я больше для студентов, а не будет ли это слишком. Но в итоге сделали и в итоге очень довольны. То есть у нас тот преподаватель, который говорил, что сроду форумов не видел, и сроду не общался и в кино не снимался, он у нас в итоге на форуме самый активный и отличающий оказался потом, несмотря на статус и на все такое. А с некоторыми, ну так, некоторым работают материальные стимулы. То есть все равно у нас преподаватели получают надбавки за разработку муков, это им в нагрузку не идет. Некоторым материальные стимулы срабатывают. Некоторым срабатывают стимулы, что можно свои научные достижения представить. Что у нас есть люди, которые занимаются онколитическими вирусами, например, лечением рака при помощи вирусов. И тут у нас приходил народ при помощи Google Translate, смотрели, пытались понимать наши лекции, предлагали международное сотрудничество. Так что здесь есть множество... Ну, в зависимости от того, что именно беспокоит человека, можно, в общем, по-разному привлечь. У нас, скажете, закончилось время, но я с большим удовольствием поговорю с кем-то, если еще вопросы остались в кулуарах. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за вопросы.